Привет, я Даша. И я, Лидия, вас приветствую. Да, прочитана из февраля 2016. Прошу прощения. В двух книжках сошлись. Начнем, давай, с роли, с рассказа о приведениях. Ну, давай. Давай, я подхочу. Да я, как-то вы ленивые ночь. Да. Да, совсем понятно. Усталость, эпохроническая и прочие дела. Ну, в общем-то, конечно, с удовольствием, надо сказать, прочитала. По вашей, опять же, указке. Я этого автора, еще до этого, он мне не попадался. Рольд, нет? Да. У меня написано Д. Рольд. Фамилия его Даль. Д это Даль. А, это фамилия? Да, как нашего. Дишкин кот, да. Как нашего Олега Даля. Видимо, он тоже из тех же краев, как этот настоящий. Поэтому, ты с такими шрамами начала первая. Ой, ой, никогда такого. Да, первый рассказ падает. И даже я, так сказать, особо не реагирую на всякие эти всякости. И то прям что-то изумительное. Ну, дальше, правда, о себе скажешь. Я, естественно, тут же ухватилась этого самого Даля-то. С удовольствием прочитала, так сказать, как он их собирал, эти рассказы о привидениях. Как он их нашел. Насколько их мало, которые действительно подходят под... По его мнению, написаны были бы так, как это он себе представляет. Ну, и поэтому вот собрал известных авторов. Достаточно интересные эти рассказы. Необычные, надо сказать. Я тоже как-то особо-то и не читала об этих привидениях. Но необычные. Необычные формы, так сказать, и восприятия. Как-то... В общем, с новостью. Вообще, рассказы не совсем мой жанр. Я люблю, чтобы книжка была толстая. Чтобы герои были одни и те же. Чтобы я могла к ним привыкнуть, как к друзьям каким-то. Вот. Ну, почитываю иногда, да. И вот, я правда не помню, по чьей рекомендации. Есть у меня предварение, что при совету моей тезке. Ну, точно не уверена. Не буду говорить. Там, правда, меня очень сложно впечатлить. Напугать почти невозможно. Но рассказы, действительно, достаточно любопытные. Не просто в стиле, что вот там... В одну чёрную плеч чёрную, но человек в чёрном плеч чёрном плаще вышел на чёрную-чёрную улицу. И номер 13 бул. Значит, а как раз глубже всё это подаётся, интереснее. Особенно меня... Вот кто читал или будет читать, меня поймёт. Особенно меня впечатлил рассказ про вот этого, который дорожку мёл. По-моему, один из последних рассказов. Вот он прям вообще меня ушиб. Так подано. Очень мне нравится подобный сюжет. Вот. Так что, если кто будет читать, вы поймёте, о чём я. Ну и вторая книга Мария Семёнова. Будет целый цикл книг под названием «Братья». И я сейчас вот как держу первую из них. Называется «Стоимственный войн». Давай опять же ты зачинай, а я подхожу. Ну что, здесь так вот сказано, что это новый цикл, который обещает повторить успех знаменитого Волкодава. Ну как, мы за новинками Семёновой, конечно, следим неукоснительно, так же, как за Куниным. Всё, что появляется, мы тут уже хап-хап. Прямость тебе не видно. И поэтому вот этот «Тайный войн» первая в жанре славянского фэнтези, о чём мы... Вторая, Волкодав был первой. Нет, я имею в виду первая книга, вот именно «Братья». А называется она книга первая «Тайный войн». Поэтому мы с нетерпением, конечно, ожидаем, когда выйдет вторая. Уже подеда должна быть? Нет, мне тут уже сообщат. Это ещё когда в сентябре? Ещё в сентябре вышла, но с тех пор вот это утекло. На Новый год я тебе покупала в декабре. Вышла она в сентябре, я говорю. Ну не знаю, пока. Председательница как-то не отслеживает, когда ты мне её дарила. Ну, тем не менее. Пока в продажу в наш магазинчик не поступила, потому что мне сразу же об этом сообщат. А вдруг тебя забыли? Ты что, никогда, меня невозможно забыть такого покупателя. Поэтому, конечно, опять с речью столкнулся. Совсем особенно меня восхитило, конечно, совершенно иной язык. Вот, как ты говорила, она сразу у Семёнова в предисловии указала, что этот... Ну, не совсем предисловие это было примечание. Ну, примечание, да. Да, что вот совершенно, так сказать, наиболее приближено к славянским, к старославянским, он не так говорит. И правда, слов очень много, предложений целых, абзацев, которые как бы не на слуху мы таких слов... Да, поэтому, вот, воскресив, это что надо было вот овладеть он им, да ещё и изложить такое сюжетище целое. Одно слово Семёнова, конечно. Это очень всё сказано. Поэтому я с таким удовольствием читала эту книгу, слушалась, мысленно произносила про себя вот эту вот речь. Поэтому... Ну, и содержание само у меня вначале-то ушибло вот эти тайные воины, так сказать, и как-то больно смахивало по их действиям напричнину, так сказать, Ивана Грозного. Ну, вот прям так и шибало. Есть такой момент. Да, но поначалу особенно об их действиях, так сказать, совершенно жесточайших, ужасных, кошмарных. Но потом уже вот дальше больше, когда уже старший брат попал в эту самую... И ты не пали малину. Нет, я просто хочу сказать, что на самом деле это совсем не то. Совсем не то. И задачи другие, и прочие дела. Поэтому я лично с нетерпением жду продолжения. Когда есть там моменты общие какие-то, которые привлекаются, то есть и там, и там мы имеем человека, который воспитывается в, так скажем, ограниченных условиях, становится сильным и крутым, вот, и хорошим. Справедливым. Да, так что есть какие-то по мелочи переклички, но они совершенно не выпучены, не выпуклые. Также мы имеем одно... Эти два мира, у них общая география. Я была в шоке, в хорошем смысле слова, когда в конце узнала те города, которые... название которых упоминается Волкодаве, и меня это восхитило. Может быть, мы там наткнемся на упоминание о самом Волкодаве. То есть это же один мир получается у Семеновой. Может быть, Волкодав — это прошлое, теперь... Но это я так размечталась. Вот. Все, что ты сейчас скажешь? Что ты сейчас скажешь? Лайфлип, люди, блин, смотрите, тут... Я только сейчас заметила, тут эмблема «Лайфлип», кто не в курсе, это социальная сеть для любителей книг, очень нашумевшая, но я думаю, все вообще в курсе, если там есть зарегистрированные, кто любит читать. Я только сейчас заметила, нифига себе, уже лайфлипы на самих книгах. Да. Ну и все. Пожалуй, что ты тут еще скажешь? Ну тогда пока, до скорых книг. До свидания.